Всем привет, друзья! Сегодня видео не от меня, сегодня видео от Сергея Костенкова из Бойлерной, видео довольно интересное о том, как продавать рекламу в соцсетях. Ну а для тех из вас, кому интересен английский язык, кто хочет лучше научиться разговаривать на английском языке и открыть для себя новые рынки, отличный канал про английский язык прямо вот здесь, можете сюда нажимать, а можете нажимать по ссылочке в описании. Ну а те, кто смотрит вебинар Сергея, смотрим. Все, все замечательно. Тогда, коллеги, давайте приступать, потому что у нас впереди довольно много работы. Для начала давайте план наших действий, план вебинара. Значит, немножко обо мне, дальше обсудим стратегии продаж рекламы, позиционирование, поиск исполнителей, как можно искать клиентов, выяснение потребностей, презентация, объявление цены, работа с возражениями, завершение сделки, действия после оплаты и ваши вопросы, которые вы зададите в конце, я с удовольствием отвечу. Я уверен, такой план устраивает вас, коллеги. Вы плюсики поставьте, что такой план устраивает, все хорошо. Сергей, давай ближе к делу, мы собрались здесь, хотим зарабатывать много-много. Все будет, коллеги. Значит, давайте тогда мы будем с вами приступать к делу. Значит, первое. Немного обо мне. Я являюсь автором проекта «Бойлерная». Я являюсь бизнес-тренером по продажам, по переговорам. Суммарная аудитория более 22 тысяч человек. Кстати, «Бойлерный» год. Сегодня исполнился ровно год нашему проекту. За этот год мы собрали аудиторию больше 22 тысяч человек. Я являюсь автором курсов «Активная продажа на грани». Это продажа по телефону и продажа в социальных сетях в диалоге. Это новый курс, который выйдет 5 декабря. Опыт активных продаж более 6 лет. Продавал много и в социальных сетях, и по телефону, и B2C, и B2B. Очень много. Просто, знаете, я часто бываю на разных вебинарах, там полчаса говорят о том, кто они и так далее. Коллеги, я хочу перейти к делу. Я думаю, вам не так важно, кто я, важно именно тот материал, который я могу вам дать по продажам рекламы в социальных сетях. Итак, коллеги, стратегии продажи рекламы. То есть, какие есть у нас стратегии, как мы можем продавать рекламу? Первая у нас стратегия – охотник. Что это такое? Вы сами ищите клиентов и сами им продаете. То есть, у вас есть какая-то рекламная площадка, на которую вы можете давать рекламу. И вы сами ищите клиентов где-то в социальных сетях, да, и сами продаете им эту возможность, чтобы давать рекламу на вашей площадке. Следующий вариант. Фермер. Вы собираете рекламную площадку, и к вам обращаются заказчики. Что это такое? То есть, по сути, вы создали какую-то хорошую рекламную площадку, может быть, это YouTube канал, может быть, это какое-то сообщество и так далее. А заказчики видят, видят, что тема хорошая, допустим, бизнесовый какой-то паблик и так далее. И к вам сами обращаются, чтобы прорекламировать их продукты. И третий вариант – это маркетолог-охотник. Вы даете рекламу вашей рекламной площадке, чтобы заказчики еще активнее к вам обращались. Другими словами, вы создали площадку, даете рекламу, что вот, можем прорекламировать ваш бизнес на нашей площадке. Люди видят эту рекламу, к вам чаще обращаются. Понятно, что в стратегии маркетолог-охотник для этого нужен бюджет. Первые два варианта – охотник и фермер – они без бюджета. Я останавливаться особо насчет стратегии фермера и маркетолога-охотника не буду. Я хочу рассказать больше об охотнике. То есть, когда ты сам ищешь клиентов, сам им продаешь. Холодную. Давайте это и будем обсуждать. Во-первых, позиционирование. Очень важная тема, коллеги. Потому что, когда клиент видит вас, видит вашу страничку в социальных сетях, у него складывается мнение о вас. И здесь очень важно. Самое первое, с чего начать – это имя. Многие как пишут? Сергей Костенков – продвижение в социальных сетях. Сергей Костенков – реклама в социальных сетях. Не надо так делать. Не надо. Просто имя. Сергей Костенков. Нужна какая-то серьезность. Вот эта вся дешевка, что там продвижение, создание рекламы и так далее. А почему это не нужно? Потому что вы будете писать холодным клиентам, они заходят на вашу страницу, они видят, о, понятно, продвижение, сейчас мне начнут что-то предлагать. И вариант того, что он вам ответит, очень маленький. Поэтому просто имя, фамилия. Нужна серьезность. Дальше. Статус. Да, там статус. Например, автор проекта Бойлерная у меня. Также вы в статусе можете написать там, кем вы являетесь, да, или ваш сайт. Пожалуйста. То есть статус. Вот знаете, многие как, всякие ванильные статусы ставят, смайлики, дешевка. Не надо. Создайте серьезность. Это деловой бизнес-аккаунт. Дальше. Главная фотография. Коллеги, безусловно, очень важно, чтобы главная фотография была хорошая, четкая, ваша, живая. Вы, кстати, коллеги, вот какие-то вопросы, да, попутно, вы, значит, пишите в чат, обязательно потом, значит, посмотрим, какие вопросы, обязательно отвечу. Или выписывайте, да, там, на листочек, чтобы не забыть. Главная фотография, коллеги, очень важно. Хорошая фотография. Не картинку из интернета. Не просто логотип вашей компании. Что за дела? Вы понимаете, что продукт может принадлежать компании, но продают его люди. Вы живой человек. Они общаются с вами, с живым человеком. Они должны видеть вас, с кем они общаются. Они общаются не с логотипом компании, коллеги, они общаются с живым человеком. Покажите вашу хорошую живую фотографию. В идеале сходили на фотосессию, сделали хорошие снимки. Дальше. Заполнение информации о вас. Ну, это, коллеги, банально. Заполните всю информацию, чтобы клиент видел, что да, то есть аккаунт существует давно, все четко. Удаление лишней информации. Коллеги, зачастую бывают у вас там какие-то фотографии интимного характера или что-то подобное. Удаляйте. Понимаете, к вам заходит, значит, заказчик, да, зайдет на вашу страницу, увидит там какие-то фотографии, где вы там на вечеринке. Ну, зачем это нужно? Это никому не нужно. Это вам плюсики не добавят. Дальше. Добавление еще фотографий 10-15. Помимо главной фотографии добавили еще 10-15. Все четко. Видно, что вы, значит, живой человек, что ваш аккаунт существует давно. Закрытая стена. Тоже очень важно. Закрытая стена. Потому что, знаете как, очень часто там посылают. С днем рождения, открытки с моего мира. Ну, что за смех, коллеги? Серьезность. Без вот этих дешевых понтов. Без вот этой дешевизны. Без открыток. Закрытая стена. Где можете писать какие-то тематические, да, там, посты. Пожалуйста. Друзья и подписчики. Очень важные коллеги. Часто ко мне заходят, предлагают рекламу на каналах, да. У них там вот 8 друзей, 2 подписчика. Смешно. Это что такое? Это аккаунты однодневки. Они работают как спам. Я сейчас вам скажу, как работать без спама, да. В общем, они работают как спам. У меня какое создается впечатление? 8 друзей, 2 подписчика. Только сегодня буквально создал страницу, видимо. Я ему денег заплачу, он потом пропадет. Иди свищи его. Никакой доверия никакого нет. То есть, главная цель, когда вы создаете вашу бизнес-страницу, создать ощущение, что ваша страница существует давно. И вы никуда не пропадете. Понимаете, что не деньги управляют миром, а доверие. И нужно создать доверие, чтобы люди видели вашу серьезность. Тогда они будут лучше реагировать. Это важно. Коллеги, этот момент понятен. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, что вот этот момент понятен. По поводу позиционирования. Все хорошо. Дальше. Поиск исполнителей. Вы создали, значит, все у вас хорошо оформлено, все замечательно. Как, зачем нужны исполнители? Коллеги, допустим, у вас есть, мы же обсуждаем с вами продажи рекламы в социальных сетях, да? У вас есть площадка. Но, коллеги, вашей площадки может быть недостаточно. Почему? Допустим, канал на YouTube. Допустим, вы делаете два ролика в неделю. А заказчиков настолько много, что вы просто чисто физически не успеваете давать рекламу. Вы ролики не успеваете делать, чтобы дать рекламу. Может быть такая ситуация? Может быть. Поэтому, коллеги, первое. Вы сильно ограничены, когда у вас одна рекламная площадка только ваша. Потому что, во-первых, клиенту может не подходить тематика, значит, вашего канала. Дальше. Вы ограничены тем, что, ну, все равно у вас время какое-то ограничено, ограничено вашей рекламной площадкой. Вы же не можете каждые пять минут давать рекламу. Все равно ограничения есть. Это понятно. Ваша площадка, действительно, вот клиенту может не подходить, это я уже сказал. И у вас появляется ассортимент. То есть, допустим, у вас не только ваша площадка, где ваш канал, ну, а также есть и другие каналы, другие исполнители, на которых вы можете, то есть, их рекламу продавать. Тогда у вас появляется ассортимент. Когда клиенту нужна реклама, вы можете предложить не только вашу рекламную площадку, но и рекламную площадку других, если мы говорим о Ютубе, других блогеров. У вас появляется ассортимент, и это хорошо. Смотрите, коллеги, как нужно действовать, порядок действий, когда мы ищем исполнителей. Первое. Мы ищем рекламные площадки. Давайте возьмем, к примеру, канал Ютуб. То есть, у вас есть канал Ютуб. Как я вам сказал, одного недостаточно вашей рекламной площадки, вы ограничены. И мы ищем еще другие каналы, которые, по вашему мнению, хорошие. Тематика там замечательная, и на них можно давать рекламу. То есть, вы можете быть посредником между заказчиком и исполнителем. То есть, вот этим Ютуб-каналом. Вы ищите рекламные площадки дополнительные. Дальше. Вы прицениваетесь. То есть, вы смотрите, нормальная ли эта площадка. Можно ли там размещать видео с ваших заказчиков. Потому что часто бывает такая ситуация. Допустим, вам интересен какой-то канал, допустим, Матвея Северянина. Его канал по заработку в интернете. И вы смотрите. Ну да, вроде хорошо, вроде все замечательно. Там около бизнесовые темы. Но так хорошо он говорит, он мне так нравится, спикер. Но, коллеги, этого недостаточно. Этого, то, что вам спикер нравится, для рекламной площадки этого недостаточно. Важно, какой результат дает рекламная площадка. Как мы можем это узнать? Первое. Мы можем спросить у самого исполнителя. Пусть он нам покажет какую-то статистику. Также есть инструмент. А инструмент этот YouTube. DefizAnalytics.ru Этот инструмент. Спасибо Матвею Северянину. Он его сделал. Что нам показывает этот сервис, этот инструмент? Мы вводим сюда ссылку на YouTube канал. Дальше ставим цену, которая тут устанавливается, цена преролла, цена рекламы. И мы получаем коэффициент. Мы видим, например, заработок в интернете без вложения с нуля, коэффициент 1.45. Это маловато. Оказывается, вроде хороший спикер, вроде хорошо. Но, довольно маловато. Хотя, ну, это, я бы сказал так, нормально. Мало это, если меньше одного. Это точно мало. То есть вы, как смотрите, еще раз, приценивайтесь. Посмотрели канал, дальше. Ввели его в этот инструмент. Посмотрели, какой коэффициент, то есть сколько людей сможет посмотреть это видео, какой будет выхлоп от рекламы. И вот только, то есть вы приценились. И тогда вы что делаете? Тогда вы вносите в базу 20-30 исполнителей. Вы их выбрали. Все четко. Пишут, не берем рекламу Матвея. На самом деле, коллеги, тут немножко ошибочно написали комментарий. Почему? Объясню. Бизнес, тематика, это отдельная тема. Это не игровой канал. Для игровых каналов 1.4 очень мало. Для бизнесовых каналов это хорошо. Поэтому для бизнесовых каналов 1.4 хороший коэффициент. Поэтому у Матвея я бы рекламу взял. Приценились. Вносим в базу 20-30 исполнителей. Почему нужно 20-30? Во-первых, не со всеми вы договоритесь. Во-вторых, может быть клиенту не подходить та или иная площадка. То есть, чтобы был ассортимент. Также есть разные риски. Потому что, например, исполнитель в это время занят. Надо как-то кем-то заменить. Нанесли в базу 20-30 исполнителей. Дальше. Налаживайте связь с исполнителем. Следующий момент. Что вы делаете? Вы пишете им, и исполнителям и говорите. Матвей, здравствуйте. У меня есть, значит, ряд заказов. Два заказа есть. Давайте как сделаем? Я вам этих клиентов приведу, а вы мне мой процент. Годится? То есть, вы договариваетесь с исполнителями, чтобы они... То есть, еще раз, чтобы вы понимали. Поиск исполнителей – это когда мы являемся посредником. Когда не только у нас есть рекламная площадка. Но и мы развиваемся, и мы используем рекламные площадки другие. Мы выступаем в роли посредника, соединяем заказчика и исполнителя. Все понятно. Поэтому, то есть, вы налаживаете связь с исполнителями, пишете. Здравствуйте, Матвей, у меня есть два заказа. Давайте договоримся. Я вам этих клиентов приведу, а вы мне мой процент. Годится? Все четко. То есть, вы наладили связь с исполнителями, и кто-то вам отказал, кто-то согласился, и вы отфильтровали базу исполнителей, по тем, вот было у вас 20-30 человек, а после того, как вы наладили с ними связь, у вас осталось меньше, кто-то не согласился и так далее. То есть, осталось там 10-15. И у вас что получается, коллеги? В итоге, у вас не только ваша рекламная площадка, на которую вы можете давать рекламу, но и 15-20 других рекламных площадок, где вы тоже можете давать рекламу. Да, там вы получите меньше деньги, только процент партнерства, да, но зато у вас есть и софтимин. 20 площадок или одна, есть разница. Эта тема понятна, коллеги? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что понятно. Все четко. Дальше. Как можно искать клиента? У нас есть рекламные площадки. Мы оформили нашу страницу. Мы еще договорились с другими рекламными площадками о партнерстве. Как мы можем найти клиента? Смотрите, коллеги, первый метод заключается в том, что мы ищем тех, кто уже дает рекламу. Но это логично. Потому что, смотрите как, вы можете искать просто, если у вас YouTube канал, допустим, мы все к нему будем сварить, и вы видите, какой-то другой YouTube канал начинает развиваться, да, и вы думаете, он начинает развиваться, давайте, может быть, я ему предложу рекламу, а на той стороне человек думает, да мне YouTube, это просто как бы, я не особо хочу в него вкладываться, просто абы как, да, только для развлечения, как хобби. Вот и все. Поэтому смысл с такими договариваться нет. Поэтому это очевидно, дураку понятно, что те, кто дает рекламу, они хотят рекламу. Ну, раз они ее дают, значит, у них есть деньги, раз. Значит, у них можно договорить, то есть у них уже есть продукт, два, который можно рекламировать. И третье, мы им и пишем, все четко. Давайте на примере. В социальной сети ВКонтакте, сбоку мы видим слева записи, все четко. И также, значит, в новостной ленте мы видим, да, запись такая большая идет, рекламная запись. Все, коллеги. Вот им мы и пишем, это наши потенциальные клиенты, они дают рекламу, и им мы можем написать. Все. Мы можем написать по типу, там, здравствуйте. Ну, значит, как, что им говорить, коллеги? Это отдельная тема, это я в курсе по продажам в социальных сетях разберу. Но вот как, вот это наши клиенты. Дальше. В Яндексе тоже реклама, вторая реклама. Вот им мы и пишем. Вот их мы и можем прорекламировать. Но здесь, вот видите, конечно, по тематике вашего канала выбирайте, да, то есть если у вас канал, там, допустим, какой-то игровой, вы вводите, значит, в поиске Яндекса, там, какой-то игровой запрос и видите рекламу, именно, может быть, с каких-то интернет, там, магазинов и так далее, да. Вот им и можно предложить. Все, они уже дают рекламу. Почему? И с вами не поработать. Дальше. YouTube. Также мы видим в поиске, вот слева картинка, да, в поиске, когда мы вводим какое-то название, сразу видим вот эти люди, да, они тоже дают рекламу. Или мы, когда включаем видео, справа от видео тоже видим рекламу. Все четко. Я думаю, эта тема понятна. То есть мы пишем тем, мы ищем тех, кто уже дает рекламу. И договоримся с ними, говорим, здравствуйте, значит, у нас есть рекламная площадка, давайте работать. Второй метод клиентов. Второй поиск клиентов, да, второй метод. Так, Сергей рассказывает все секреты нашего бизнеса, ставим ему за это плюсики. Руслан, спасибо огромное. Второй метод, коллеги, он очень такой нестандартный, его вроде как сразу ты и не подумаешь, как вроде начинать. Но он заключается в том, что мы ищем клиентов под видом покупателя. Что это такое? Ну, тут на самом деле это идет манипуляция, коллеги. Что мы делаем? Допустим, есть сайт, вот RuDesign, есть сайт, они что делают? Они там разрабатывают мобильные приложения, там, значит, поддержка сайтов и так далее, да, ну, не важно, то есть они что-то делают, все четко. Мы им пишем или звоним, лучше вообще, когда звонят, то есть телефон, не просто переписки, да, когда телефон, все четко. То есть мы им говорим, здравствуйте, увидел ваш, значит, сайт, все круто, хотели бы с вами работать, хотели создать сайт. Вы можете нам это сделать? И, то есть вы как будто покупатель, все четко. Они вам там объяснят, значит, что нужно делать, там, какие у них сайты, они назовут вам цены. Все четко, и потом вы им говорите, все замечательно, будем работать, сейчас определимся. Кстати, а у нас есть рекламная площадка, мы можем вас прорекламировать, как считаете? Вот так, и вы перешли к своей теме. То есть вы сначала, да, 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 как будто вы покупатель, все четко. А потом, значит, у нас есть рекламная площадка, давайте-ка вас прорекламируем, и все. Тут очень важно, допустим, сайт стоит, там, 100 тысяч, а ваша, там, реклама стоит, там, тысячу-две, да? И получается, что из-за этой тысячи две, то есть почему клиенту сложно отказать в таком случае? Из-за этой тысячи две, которую он заплатил вам за рекламу, у него может сорваться сделка на 100 тысяч на ваш сайт. То есть из-за этих двух тысяч, вот и все, из-за пяти, понятно? Поэтому, то есть, ну тут лучше, да, подход такой, то есть мы находим таких клиентов, которые продают товары дороже наших, дороже наших. И тогда они, им будет сложно вам отказать, потому что тогда их сделка с вами тоже под угрозой будет. Я думаю, это понятно. Немножко такой черный метод, но почему нет? Четко. Это понятно, вот по поиску клиентов, где можно искать, где я искал. Поставьте плюсики. Я надеюсь, все понятно. Следующее. Выяснение потребностей. Коллеги, безусловно, когда вы им напишите, клиентам, начнете с ними разговор, многие как делают? Здравствуйте, давайте, хотим с вами работать. Вот наш прайс. Не пойдет. Ребята, не пойдет. Нужно понять, что клиенту нужно, какие у него стоят задачи, да, так сказать, голова сейчас над чем у него болит, что он хочет получить. Поэтому нам нужно выяснить потребности. Приведу два примера, ну вот, чтобы понимали, зачем вот нужно выяснять потребности. Слово «паразит» четко – это не слово «паразит», это чтобы было понятно, четко. Итак, приведу примеры. Вы заходите к врачу, у вас голова болит. Врач вас встречает там на пороге и говорит вам, что такое голова болит? Видите, цитрамон, анальгин, до свидания. Вторая ситуация. У вас голова болит, вас встречает врач. Что такое голова болит? Ну-ка, присаживайтесь. Что случилось? Давно? Где? Так, так, так. В вашем случае, значит, цитрамон и анальгин. Два варианта. В каком варианте будет вероятность сделки выше? Понятно, что во втором. Потому что вы дадите, дали вот предложение, да, врач дал предложение с учетом ситуации клиента. Поэтому, коллеги, вам нужно выяснять потребности. Клиент становится лояльнее к вам, потому что он понимает, что вы дадите потом предложение с учетом его интереса. Клиент становится лояльнее к вам, это я вам сказал. Дальше. Мы понимаем, наш это целевой клиент или нет. То есть, лучше в самом начале прям разговора спросить. Важно знать, насколько для вас это интересно, насколько для вас это актуально. Может быть, мы нашли не тех клиентов, да, и тратим на них время. Мы даже не знаем, надо это ему или нет. Может быть, такая ситуация. Может, это вообще просто мы не того клиента нашли. Поэтому мы понимаем, наш это целевой клиент или нет, когда выясняем потребности. Дальше. Мы узнаем больше информации о клиенте, что ему нужно. И, безусловно, это нам на пользу, потому что мы потом презентуем, значит, наш продукт. Дальше. Мы вовлекаем клиента в процесс. То есть, клиент находится в процессе. Он тратит время, какие-то усилия прилагает. Пусть это небольшие усилия, коллеги. Пусть он только отвечает на вопросы. Это совершенно, да, в городе кажется, да что такое. На самом деле, он вовлекается, он все в процессе, в процессе, все больше. Дальше. Презентация. То есть, вот насчет выяснения потребностей. То есть, надо у него спрашивать, что ему нужно, какие стоят задачи и так далее. Презентация. Мы выяснили, что ему нужно. И одной такой презентации по типу, мы 10 лет работаем, у нас лучшие специалисты, у нас лучший игровой канал на Ютубе, коллеги. Ну, вы знаете, это смешно. Во-первых, так говорят все, у которых это не работает. Потому что клиенту без разницы, какой у вас канал, какой у вас, какая у вас реклама площадь, что у вас лучший эксперт. Клиенту плевать. Клиенту важен результат. Поэтому, коллеги, во время презентации вам нужно говорить не о себе, не о том, какие замечательные. Об этом тоже можно. Но в первую степень, в первую очередность, вам нужно сказать, значит, персонализировать ваше предложение. Сказать, что в вашем конкретном случае подходит преролл. В вашем конкретном случае будет лучше, значит, сделать такую-то рекламную запись. То есть, персонализировали. И тогда, во-первых, вы подчеркиваете в себе эксперта, клиент видит, ну да, смотрите-ка, прям. То есть, это прям для меня. То есть, он прям подсказывает, как лучше сделать. Это клиент все чувствует. Дальше. Вы говорите о выгодах для клиента. То есть, что он получит. А также вы говорите о том, что он не потеряет. То есть, вы говорите, смотрите, благодаря нашей рекламе у вас будут целевые клиенты, много обращений. У нас 5000 просмотров на ролике. Статистика подсказывает, как минимум 1000-20000 перейдет на ваш сайт. Все четко. Это то, что он, выгоды. То, что он не потеряет. Значит, смотрите, сейчас многие каналы как делают рекламу, там не целевые клиенты. То есть, по сути, вы теряете деньги. С нами деньги не потеряете, потому что у нас только целевые клиенты. Что он не потеряет? Все четко. После проведения презентации вам нужно правильно объявить цену, чтобы клиент не испугался. Давайте рассмотрим этап объявления цены. Во-первых, если у вас есть какое-то коммерческое предложение, например, на сайте, или вы высылаете клиенту ваш райдер, не райдер, а ваше коммерческое предложение, указываете минимальную сумму. Потому что очень часто бывает так. Например, на канале, вот пример приведу, канал Ларина. Об этом я говорил уже в одном из наших видео на канале. Он делал рекламу на своем канале. У него там на сайте его коммерческое предложение о том, что вот можно заказать рекламу. Но цен нет. Цен нет. О чем это нам говорит? Все понятно, там, наверное, вообще космос. Смысла писать туда. Слушайте, ну нет. Какого нет. Не напишу. И многие из этого, из этого-то и не пишут. Они боятся, они думают, ну понятно, цену не указал, значит там вообще, ооо, не, не по карману. Поэтому укажите минимальную цену вашем коммерческом предложении. То есть, например, реклама там от 500 рублей. Реклама от 1000 рублей. Почему это важно? Тогда клиент понимает, о, все четко. Для меня это доступно, все нормально. Можно позвонить, можно обратиться, можно написать. То есть, он видит, для него это доступно. То есть, тогда будет больше обращений. Это, ну вот я объяснил, это чайверский фактор. Дальше. Не объявляйте сумму в начале диалога. Очень часто вы там, здравствуйте, давайте рекламу, она стоит 5000 рублей. Все понятно, до свидания. Слушайте, он еще не знает, какие у вас предложения. Он еще не знает, что у вас за площадка, что ваша площадка позволяет, что у вас только целевые клиенты и так далее. Он это вообще ничего не знает. Вы еще даже ничего не выяснили. Вы не конкретизировали ваше предложение. И поэтому сумму он вначале испугается. Не рубите с плеча. Скажите диапазон. Вот следующее, да, у нас это в начале диалога видите ценовой диапазон. Например, цена рекламы от 500 рублей до 5000. Все четко. Тогда, спрашиваю, что такое КП, это коммерческое предложение. Ценовой диапазон, зачем он нужен? Смотрите, у вас реклама стоит там, допустим, в среднем 3000. Если вы просто скажете клиенту, вот в самом начале диалога, 3000 рублей, то он может сорваться, что он еще ничего не знает. Об этом я сказал. А если вы скажете, реклама стоит от 500 до 5000, давайте смотреть, что вам необходимо. Что мы получаем в итоге? Когда клиент услышит минимальную цену, он понимает, так, от 500 рублей, ну да, нормально, для меня это доступно, будет продолжать разговор. Когда вы называете там большую цену, там, от 500 до 5000, когда он видит 5000, он психологически понимает, что сумма может быть увеличена. И когда вы в разговоре дальше напишите в вашем случае 3, то он не испугается. Потому что он психологически будет знать, что, а, ну там же вообще из-за 5 была. Понятно? То есть, чтобы он не испугался, надо это в начале разговора ценовой диапазон. Дальше. Объявление цены в форме бутерброда. Что это такое? Очень часто как делают? Цена за рекламу 5000 рублей. Подходит? Знак вопроса. Так нельзя. Чтобы цена хорошо заходила, особенно в переписке, тем более по телефону, нужно говорить, что это до цены, цену, после цены. Например. Смотрите, в вашем случае, чтобы подобрать, в вашем случае, чтобы реклама была максимально эффективной, сделаем преролл. Цена его 3000 рублей, это реклама в начале ролика, полностью там 15 секунд, благодаря которому клиенты вас увидят. А я назвал уже цену. Она легко проскочила, да, коллеги? Легко. Потому что, то есть, до цены, цена, после цены. Блин, цены в форме бутерброда. Дальше. Сначала объявите цену без скидки. Тоже важный пункт. Смотрите, у вас, допустим, одна цена за рекламу, там, 3000 рублей, ну, меньше вы не можете, вот вам не выгодно меньше проводить, да? И смысла вам назвать 3 нету, назовите 3500. Потому что, если вы скажете 3, а клиент будет кочевряжиться, сопротивляться, вы что сделаете? Вам уже, если меньше, снижаться, ну, не выгодно вам будет. А если вы нажмете, скажете 3500, клиент будет сопротивляться, вы скажете. Хорошо, давайте так, в виде исключения за 3000 вам дадим, значит, рекламу. Все, человек. То есть, у вас будет, если вы сначала объявите цену без скидки, у вас будет такой небольшой запас, на который вы сможете снизиться. Дальше. Работа с возражениями. Мы с вами прям, видите, как быстро-быстро идем, оперативненько. Коллеги, на вебинаре я не буду разбирать ответы на распространенные возражения, я подумаю дорого, потому что они в нашем курсе все будут, да? Но я хочу рассмотреть самое частое, самое сложное возражение, которое может быть возникнуть у вас. И это возражение, а зачем мне вы? Все четко. То есть, это когда вы являетесь посредником, у вас не только ваша рекламная площадка, помните, я вам в самом начале говорил, да? Ну и, значит, другие исполнители, другие рекламные площадки, да, с которыми вы работаете на условиях партнерства. И вполне резонный вопрос, а зачем мне вы? Я же могу напрямую договориться с Матвеем, зачем мне вы? И что на это ответить? Это, на самом деле, довольно сложное возражение. Давайте разберемся, как его парировать. Во-первых, что мы можем сказать, какие есть минусы работы исполнителей? Не которые они есть на самом деле, а которые мы можем назвать клиенту. Что, значит, большая у них загрузка, что они безответственны часто бывают, что довольно халатные отношения, зачастую не важен результат. То есть это, что мы можем сказать клиенту, что такого не бывает, что не бывает большой загрузки, конечно, бывает, что не бывает безответственны, да, зачастую так и есть. Халатные отношения, да, каждый второй, зачастую не важен результат, пожалуйста. Это минусы работы, которые вы можете сказать клиенту. А плюсы работы с вами, вы знаете, где выгодно, вы знаете рекламные площадки, вы знаете, где есть свободная площадка, где не загружена, вы же, у вас же целый список. Например, сервис, вы отличаете сервисом и вам важен результат. То есть вот это ваши плюсы, которые вы можете, значит, сначала сказать, какие есть минусы у клиентов, а потом, значит, перевести к вашим плюсам, что вот эти минусы вы и убираете вашими плюсами. Конкретный пример для работы с возражением, а зачем мне вы? Значит, во-первых, есть хорошая фраза, которая прямо настраивает клиента на диалог. Я бы ее сначала сказал. Насколько я могу быть с вами откровенен? Вы мне сейчас скажете, да вроде обычная фраза. Да нет, коллеги, это на самом деле очень сильная фраза, потому что когда клиент ее слышит, он понимает, у него включаются уши, он понимает, так, сейчас мне что-то будет прям такое рассказывать, то есть какую-то такую информацию реально важную, да, и он будет вас слушать очень внимательно, это раз. Во-вторых, он понимает, что вы живой человек, не робот, прям живое общение идет. Насколько я могу быть с вами откровенен? Все клиенты вам скажут, как со своим другом, общайтесь, все нормально. То есть это все клиенты прям 99,9 вам скажут, общайтесь, как и. Коллеги, меня слышно, да, все нормально, там плюсик поставьте, а то я тут немножко, да, прервемся. Все, все четко, все слышно, все замечательно. Насколько я могу быть с вами откровенен? После этого он говорит, да, все замечательно. Что мы отвечаем? Вот конкретный ответ. Зачастую у блогеров другие задачи. Они на первое место ставят создание контента. И часто бывает такая ситуация, что компании платят им деньги, а они делают рекламу, лишь бы сумму оправдать, не задумываясь о результатах для клиента. Поэтому я и нужен. Я подберу не только ту площадку, которая в вашем случае максимально эффективная, но и проконтролирую процесс создания рекламы, чтобы был готов материал до передачи его блогеру. И тогда уже, вне зависимости от его порядочности, мы с вами получим отличный результат от рекламы. Конкретный ответ. Что мы здесь сказали? Вот тот минус, мы один, да, минус, что не задумываясь о результатах для клиента. Вот, пожалуйста, значит, давайте я еще раз верну. Вот мы взяли какой-то минус. Зачастую не важен результат. Взяли этот минус. А что, так часто не бывает? Им важны деньги. Нет, что ли, коллеги? Давайте, будете откровенными. Взяли этот минус. Не задумываясь о результатах для клиента. Взяли этот минус. И дальше мы говорим. Поэтому, коллеги, я и нужен. Потому что я проконтролирую. И вне зависимости от того, значит, как он все занят, будет загружен, уделить время, не уделить время, да, у нас все равно будет хороший результат. Все четко. Дальше. Значит, по поводу работы с возражениями. Еще раз говорю, то есть вот это самое частое возражение. То есть вы берете, просто чтобы четко в голове было понятно. Действительно, кстати, часто говорю слово четко. Спасибо, что заметили. Будем убирать. Итак, для возражения, а зачем мне вы, мы берем какой-то минус у клиента и перечеркиваем это вашими плюсами. Все. Ру с возражением. Дальше я еще раз повторюсь. Курс я полностью разобрал, поэтому здесь не хочу этому много уделять времени. Завершение сделки. Коллеги, очень часто, когда вы назвали цену клиенту, он согласился или там не были. Небольшие возражения, да, вы ему объяснили. Он говорит, все, давайте работать. И после этого очень многие говорят, все, давайте оплачивайте. И все. Так, этого недостаточно клиента. Надо дать клиенту позитив. Надо рассказать ему, то есть, смотрите. Все, по поводу оплаты все понятно? Да, хорошо. Давайте я вам еще раз объясню, как все будет, что мне от вас нужно. Мне от вас нужен текстовый вариант, значит, вашей рекламы. Дальше, может быть, какую-то фотографию. Я тоже набросаю свои варианты рекламы для вашей компании, чтобы мы могли вместе что-то создать, именно хороший какой-то материал, чтобы реклама зашла здорово. Вот это вот написать ему. Вот кто-нибудь из вас, коллеги, когда продавал рекламу, кто-нибудь после цены писал ему, что давайте еще раз обговорим условия. Значит, вы пришлите мне это, я вам сделаю это, тогда у нас будет хороший результат. И когда вы вот это пишете, уже после цены, все, клиент понимает, что вы к этому серьезно подойдете. Вы никуда не потеряетесь после оплаты. Вот что ему важно. Ему надо, что ему важны результаты, ему важно доверие. И объясните, вот как будет происходить процесс. Еще раз, потратьте время. Вы мне присылайте материал и давайте продуктивно работать. Тоже хорошая фраза. Дальше. Задайте вопрос, все ли клиенту понятно. После цены. Значит, Сергей, все ли понятно по поводу, как будет проходить реклама. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте. Для вас же все это делается. Вроде обычная фраза. Но вы мне скажите, напишите плюсики, кто хотя бы раз так писал клиенту. После цены, после того, как клиент сказал, да, все хорошо, работаем. О, один плюсик есть. Замечательно. То есть, что написали, давайте, какие есть вопросы. Давайте, там, значит, обязательно отвечу. Все же для вас это все делается. Ну, есть, есть плюсики. Это хорошо. Потому что тогда клиент понимает, что вам, в первую очередь, важны результаты, а не его деньги. Вот это вам нужно понять. Для клиента донести, что вам нужны, в первую очередь, результаты. Контроль сделки. Очень важный момент, коллеги. Например, клиент сказал, через три дня, все, давайте, я там, все вам оплачу. И очень многие как делают? Все хорошо, спишемся. Я на связи. И через три дня, либо они ждут, пока им напишут, либо они там через три дня только и пишут. Так не пойдет. Вот это три дня, он сказал, да, это тот промежуток, когда нам нужно клиенту писать. Контролировать ситуацию. Напоминать о себе. Только не надо говорить о деньгах. Ну, что вы там по деньгам решили? Ну, что там, вы уже оплатили? Так нельзя. Надо на отвлеченные темы. Например, Сергей, значит, смотрите, я набросал ряд вариантов, хотел бы с вами обсудить. Следующий вариант. Сергей, значит, смотрите, рекламу дадим в среду. Мы с вами успеваем к этому времени макет подготовить. Все. То есть на отвлеченные какие-то темы вы говорите, и клиент, опять же, понимает, что вам важны результаты. Вы напоминаете о себе. Клиент тогда не сорвется. Не сорвется. Также, коллеги, действия после оплаты. Очень важный момент. Очень часто как происходит. Вам оплатили рекламу. Вы сделали рекламу. Пусть она, да не важно, сколько она стоит, 200 рублей, 5000, 100 тысяч, да не важно. Все. И забыли про клиента. Сделали рекламу. Показали, значит, заказчику. Вот реклама сделана. Все. До свидания. Где сервис? Так не придет. Надо через 2-3 дня спросить. Сергей, здравствуйте. Хотел узнать, там порадуйте, как успехи от рекламы. Все нормально? То есть, вот уточните прям результат, узнайте результаты. Интересуйтесь результатами от вашей рекламы. Потому что клиенты, они могут вам платить и второй, да, и десятый раз. И я уверен, многие, кто продавал рекламу, вполне знают такие случаи, когда клиент заплатил сначала, значит, полторы тысячи рублей, потом заказали рекламу, там, большой пакет, значит, на 10 тысяч, потом еще, еще, еще. Клиенты, они платят постоянно, не забывайте про них. Вы прям выпишите отдельный документ. Так вот этот платил, значит, ему там, не надо прям каждый день написывать. Но через какое-то время поинтересуйтесь результатами, как у вас успехи. Кстати, у нас сейчас акция проходит, давайте работать. Все, не забывайте клиентов, не забывайте. У всех, вот у кого я давал рекламу, нашего проекта Бойлерна, у всех, никто не интересовался результатами. Никто. И понятно, я второй раз ни у кого не заказывал. Поэтому, коллеги, все вам рассказал, задавайте ваши вопросы, какие у вас есть. Материала довольно много. Я уверен, что прям дал такую прям энергетику, я надеюсь. Какие есть вопросы, вы обязательно напишите, обязательно на все отвечу. Сейчас подождем, когда появятся вопросы. Антонина пишет, спасибо. Спасибо и вам, Антонина, что выслушали. Надеюсь, не слишком вам надоел. Запись будет? Да, Александр, запись будет. Все мы сделаем, все сделаем хорошо. Очень полезно и круто, спасибо, пишет Алексей. Ну, вот так, видите, как Алексей. Так бывает. Бот в Телеграме, очень хорошая штука. Согласен, мне тоже очень нравится. Трансляции в Перископе больше не делайте, там удобнее. Будем, будем делать трансляции в Перископе, но не время. Время на все не хватает. Сейчас с этим курсом по продажам сейчас все делаем. Бот вообще огонь. Когда можно будет приобрести курс? Это все в понедельник. В понедельник, я думаю, мы с вами встретимся вновь, коллеги. По времени там определимся. В понедельник, я надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся. Еще расскажу довольно интересную тему. Именно сам порядок действий при продажах в социальных сетях. Вот прям четко, конкретика. Когда можно будет приобрести запись? Все тоже, я думаю, 5 декабря. Все в понедельник. Информация полезная и практичная. Подписывайтесь под каждым словом. Спасибо, Руслан. Я очень рад, что вам интересно. Надеюсь, был, коллеги, вам полезен. Я очень люблю конкретику. Вы наверняка заметили. Есть ли техника холодных звонков, Александр? Конечно. Техника холодных звонков на нашем канале Бойлерной на Ютубе. Там техника холодных звонков, пожалуйста, есть. Или как писать в холодную клиентам в социальных сетях. Вот я, например, здесь не разбирал тему начала разговора. Да, как начать. А эту тему мы уже в курсе обсудим. Персональная консультация, будете снова проводить свой список услуг? Не все, коллеги, не все. Я успеваю, поймите. Вот вы видите разницу. Не знаю, на многих ли вы вебинарах были. Очень часто несут прям воду. Прям воду льют, льют, льют. В самом начале разговора говорят о себе 20 минут. Так не пойдет. Я конкретно 2 минуты рассказал о себе. Дальше идем четко по материалу. Быстро. Резко. Я надеюсь на все ваши вопросы. Если потом еще появятся. Вот есть наша группа. Вк.ком. Болерум 408. Там можете и меня найти, да, в этой группе. Задавайте вопросы. Что делать, если клиент прочитал сообщение и не отвечает? Стоит ли дальше долбить? Отличный вопрос. Есть магическая фраза. Реально магическая фраза. Я просто удивился. Реально есть хорошая фраза, при которой вероятность того, что он вам ответит, ну процентов 60. Я сам был удивлен, вот такая есть. Все, потом расскажу. Коллеги, вы говорите натянута. Тоже одна из техник, чтобы встретиться в доверие. Видите, Александр, я не могу же всех называть по именам. Не могу же говорить. Алексей, Александр, вы меня слышите? Алексей, Герман, Валерий, Андрей, вы меня слышите? Нет? Поэтому я просто, коротко, коллеги. Или ребята. Я же не знаю ваш возраст, да, чтобы вас называть ребятами. Поэтому я и называю коллегами. Хорошо. Давайте мы с вами закончим наш вебинар. А почему 408 в ссылке? Отличный вопрос. Герман, вы первый человек, за год, кто спросил, почему 408. Прям я удивлен. Это большая тема. В дальнейшем обязательно расскажу. Это не относится никак к продажу. Хорошо. Значит, магическая фраза, чтобы клиент вам ответил. Есть. Ее я расскажу в дальнейшем. Надеюсь, был вам полезен. Хочу пожелать вам только успехов. Только удачи. Старайтесь, выкладывайтесь. Все будет супер. Все будет огонь бойлерная. И Матвей Северянин с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...